24 июля. Ефимия – стажарница. Говорят, рос когда-то на земле, прячась в самых затаённых уголках леса, удивительный цветок с мелкими красными лепестками, и называли его стажар. Бывало, забредёт в чащу лихой человек, ино рубить да крушить всё вокруг. Деревце молоденькое ему под руку попадёт, с корнем вырвет, на гнездо печужье наткнётся, тотчас разорит, траву на полянах лозины посечёт, да мало ли что. Наказание-то ждать нет кого, молчалив, терпелив, покорен батюшка лес. Аннет, как репей, вцепится в складки его одежды маленький стажар, а ночью возгорится невиданно ярким пламенем и спалит избу. За это его в народе не только стажаром, но и огненосцем называли, а ещё цветком аленьким. А на небе, по мнению предков наших, свои стажары были. Хотя почему были, они и сейчас светят нам с высоты, поглядывая да проверяя, всё ли на земле спокойно да ладно. Только не стажары их теперь называют, а большой медведицей. Под защитой этого созвездия живёт себе припевающе сам лесной хозяин – медведь, который, к слову, будет сказано, в незапамятные времена был стажарами за воровство сурово наказан, и сейчас лишь летом куролесят, а зимой спит. Впрочем, люди-сведущие в подобных вопросах утверждали, что медведи вовсе не звери, а оборотни, принявшие медвежье обличие за своё негостеприимство и жадность, и что будто бы не два или три человека были так жестоко наказаны, а жители целой деревни, не пустившие переночевать старого, немощного человека. Оттого, мол, их ходят медведи, как люди, имеют глаза человеческие, любят мёд, водку и спят на боку. Да и стажары не только лесным великанам благоволят, но и охотникам, потому де и не нападают на них медведи, разве уж какой-нибудь совсем от рук отбившийся. Во все времена надеялись охотники на помощь и благосклонность своего созвездия, а уже в день святой Ефимии стажарницы никто без добычи не оставался. И только разве что для верности запасались они адамовой травой, которой в Великий Четверг полагалось ружья окуривать. Отправляясь на охоту, не забывали и о заветных словах, приносящих удачу. В чистом поле, в тёмном лесе, в тумане при великом есть птица-политуша, есть серые гуси, сизые утки. И у них бы крылья подломились, перья оборвались, сами бы опустились и сели бы на бугор высокий, чтобы меня, раба Божия, не видели и стрельбы мои не слышали, и долетела бы до них дробь, как вольное перо. Говорят, нехитрый этот заговор помогал охотникам когда-то. Быть может, он и сейчас силы свои не утратил, и с его помощью придёт к вам удача, а столы от невиданных кушаний ломиться станут.